Добрый день, уважаемые члены Зернового Союза, добрый день, Президиум. Вопрос такой, действительно, животрепещущий, но, как всегда, существует миллион всяких таблиц и так далее. Я постараюсь кратко, потому что, если сказать в сухом остатке, ситуация такая сейчас не односложная. И такой, знаете, многофакторный анализ, включая разных ситуаций и возможных сценариев развития, очень сильно влияет. И то, что мы с вами можем обсуждать сегодня, в данный момент, оно может развернуться достаточно сильно, буквально через пару недель, через месяц. Наша родная Ростовская область, вы знаете, да, это один из, как бы, таких очень интенсивных районов по экспорту. У нас великолепные результаты и, как бы, темпы экспорта через порты Ростовской области, они все время увеличиваются. Я вам приведу, для примера, очень простые цифры. Вы поймете, что вот в пике, в сезон, там, июль, там, сентябрь, октябрь взять, если в пике, у нас экспорт через наши порты, он порядка двух с половиной, там, 2,5-2,6 миллионов тонн. То есть, вы представьте, вот эту всю массу этой инфраструктуры, суда, грузовики, то есть, это порядка 80 тысяч тонн в день заходят и отгружаются пшеницы, зерновые. Это очень круто. На сегодняшний день, если взять темпы экспорта по России, для, как бы, просто для сравнения, да, то пик у нас был в сентябре 2020 года, это 5,080, это взять все порты, Новороссийск, Перевалка, Нарейде, там, и так далее. Наши цифры по области я вам назвал. Ну, вот я вам сейчас назову июль, август, сентябрь, октябрь, и так далее, цифры основные. 3,500, 4,8, 5, 4,5, 4,1, 3,4, и так далее. Из тех, что год вы все знаете, все более-менее понятно. Рынок очень хорошо, сильно отрос на фоне разных абсолютно факторов. Что сейчас? Про почву вы все знаете, обсуждать мы, наверное, не будем это. Многие сейчас игроки сошли... Иградгон. Многие игроки сошли с дистанции до роста. Вот, тут как-то или присесть. Там, там, джемкорп, там, бунги, каргел, там, то есть достаточно многие сейчас взяли паузу, не закупают. Наши две ростовские компании, которые, как бы, лидеры экспорта, это Риф и Астон. Вообще, четверка экспортеров, это Риф, Астон, Вирогрупп и Миглинхор. Это первые четыре позиции по делу экспорта из России. Сегодня, сегодня, такое, знаете, затище, нельзя сказать, что перед бурей, но вот такое затище, потому что, в принципе, калькуляция сегодня, она не работает, спроса очень мало. Основной у нас был, как бы, такой, и остается, остается наш потребитель. Это страна Турция, где тоже становится все очень непросто. Они очень любят нашу мукомольную пшеницу. Вот, наши мукомолы, друзья страны Армении и Грузии, они сейчас, как бы, не берут. Армения, там, берет очень недостаточно, такие, малые объемы, они, как бы, картину общую не меняют. В сухом остатке на сегодняшний день пауза. Если говорить о самом главном, да, что же нам ожидать и какие на сегодняшний день, как бы, индикативы. По сути, вот, если взять все эти таблицы, диаграммы или, там, отчеты всяких, там, трендеров, они все сводятся к одному. Ну, единственный индикатив реальный, который был, это египетский тендер. Египтяне ГАСК, это очень такая большая организация, они покупают большие объемы. Это всегда для всего мира такой, знаете, индикатив для черноморской пшеницы. Вот, они провели тендер. Они достаточно четко и однозначно обозначили сразу август, миномав, там, вот эти все месяцы, май, июнь, июль. И индикативы, которые и тендер заключили, и оценки, как бы, всех компаний, всех аналитиков, сводятся к очень простому. Вот они тут, вот, последний, сегодняшний, буквально 15 апреля отчет. Российская пшеница порядка 230-235 долларов об большая вода. В базе сюда берется фоб большой вода. Если мы перейдем к той новой калькуляции, которую, как мы, как бы, ожидаем, она будет введена, где больше 200 долларов, 70 процентов от превышения до 200 долларов, то это порядка 210-ти большая вода. Соответственно, дальше мы должны включить логистику и так далее, и так далее. Чтоб не морочить вам голову и привести, как бы, более или менее, там, к одним паритетам, сегодня те компании, которые покупают, покупают, нельзя сказать, вяло, так сказать, готовы принимать зерно, потому что больших объемов нет, хотя, в принципе, переходящие, у нас, в Ростовской области, хотя переходящие запасы по стране, они, конечно, достаточно серьезные, больше, чем в прошлом году. Темпы экспорта сейчас у нас, у нас порядка на 20-30 процентов меньше, чем в прошлом году, по сравнению с аналогичным периодом. Если, как бы, перевести это на сегодняшний день на наши реалии, то пшеница в портах без НДС стоит порядка, там, 14-1500 рублей, в зависимости от своего качества. Ровно такая же приблизительно, я почему подчеркиваю, что это приблизительно, потому что не совсем ясен механизм, не совсем ясен механизм, как можно заключать достаточно долгосрочные контракты в условиях вот этой плавающей пошлины. В общем, я подчеркну одно, вот те цифры, которые я называю, это то, что мы видим на сегодня. Ситуация, например, там с европейской пшеницей, она не очень хорошая, даже Франция, там, Германия, они пережили заморозки, у них, как бы, достаточно это все может наукнуться, и в плюс буквально там вчерашние, позавчерашние новости, теперь у них там проблемы с флагой. То есть Германия там до конца месяца нету, во Франции до конца месяца не наблюдается дождей, в Германии тоже там какие-то маленькие все, они не обеспечат необходимый запас флаги. Вот такая, в принципе, на сегодняшний день ситуация. Единственное, что, конечно, можно четко сказать, учитывая, и текущий год показал, учитывая, как бы, ту ситуацию, которая связана с экспортом, и российской пшеницы в общем, и нашей дорогой пшеницы из нашей области, из Ростовской области, цены будут достойны. То есть вот то, что рынок даст по максимуму, рынок дает по максимуму. Практически все экспортеры сегодня работают для того, чтобы отрабатывать свои активы, свои инвестиции. У каждой крупной компании существуют какие-то свои активы, эти активы должны отрабатывать. Отрабатывать они могут только переваливая вашим трудом произведенное зерно. Вся математика, весь рынок строится так, чтобы загрузить свои активы. В принципе, в кратках, цифры я назвал, какие мог, вот они реальные цифры, какие мог. Я подчеркну еще, что ситуация, ну, наверное, конечно, будет более четкая сна, но хотя бы там ближе, там, к середине мая. Потому что здесь ключица американские, фактор будет более-менее ясно. И по Европе стабилизируется, ну и у нас по нашей тоже российская пшеница, в принципе, стабилизируется. Если это сравнивать с прошлым годом, старт достаточно хороший, уверен, я понимаю, что себестоимость существенно возросла. Но, в принципе, как бы, если рассматривать ситуацию с сегодняшней точки зрения, оценивать цифры в сравнении с прошлым годом, старт должен быть больше. О дальнейших сценариях сейчас будет это рост, будет это флэт ровно. Тут говорить, как бы, ну, действительно, просто это, тыкать пальцем в небо. Можно, конечно, называть тыканье пальцем в небо там экспертными оценками, но, поверьте, слишком много факторов, которые сегодня не могут быть предсказаны. Спасибо вам за огромный ваш труд. Я надеюсь, что та тревога, которая была в ожидании нашего грядущего урожая, она чуть-чуть спала, интенсивность этой тревоги, все будет хорошо. И та ситуация, которую рынок позволит дать, она достойна будет. Все в итоге будет хорошо, и все у нас получится. Спасибо вам. Спасибо.